Дениса Тена Арман Кудайбергенов приговорен к 18 годам лишения свободы. Его обвиняли по Нуралы Киясов, по статье 192 Ч. 2П.1.4, разбой, статья 99 Ч. 2П.7.8 УК РК, убийство. Арман Кудайбергенов приговорен к 18 годам лишения свободы. Он был предан суду по статье 188 Ч. 2П.2, кража, статья 192 Ч. 2П.1.4, разбой, статья 99 Ч. 2П.7.8 УК РК, убийство. Нуралы Киясов, ферман Кудайбергенов будут отбывать наказание в колонии строгого режима. В пользу государства Киясов и Кудайбергенов должны будут выплатить 1,5 миллиона тенге. Женар Толубаева признана виновной, и ей назначено 4 года лишения свободы. Ей вменяли статья 434, недонесение преступления, статья 188 Ч. 2П.1 УК РК, кража. По последней статье суд оправдал подсудимую за недоказанностью вины. Она признана виновной только по 434 статье УК РК. 16 января гособвинитель запросил для Кудайбергенова и Киясова по 20 лет лишения свободы, для Толубаевой – 4 года. Кудайбергенов в последнем слове выразил искренне сожаление о том, что родные погибшего и вся страна потеряли такого человека, как Денистер. Киясов также выразил сожаление о случившемся, но при этом заявил, что не считает свои действия тяжким преступлением. Толубаева просила суд учесть ее беременность и наличие еще одного ребенка. Казахстанский фигурист Денистен погиб от рукав таворов, которые нанесли ему ножевые ранения. Спортсмен пытался предотвратить кражу зеркал со своей машины, однако получил удары ножом в бедро и скончался от потери крови. На следующий после убийства день были задержаны двое подозреваемых – Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Еще через неделю задержали Женар Толубаеву. На этом у нас все. Кому понравилось ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok